Итак, у нас довольно много времени, я не буду никуда торопиться. Я буду делать какие-то небольшие паузы, но они будут не больше двух секунд, и в конце у нас обязательно будет время на вопросы, Петербург – город высокой культуры, поэтому никто, наверное, не будет вскакивать, кидаться у меня чем-то и так далее. Итак, немножечко о себе, почему я уже несколько раз намекнул на то, что я не из Петербурга. Я из славного солнечного города, почти славного солнечного города России из Омска, сам я наполовинку ученый, наполовинку программист. Так вышло, что мои научные интересы смержились с программистскими, и получилось то, что получилось. По крайней мере, сейчас мне приходится очень часто изучать различные графовые алгоритмы, колбасить большие графовые объемы данных, искать там факты, как стемнело. Мне так больше нравится, давайте так оставим. Итак, как вообще я узнал о вашей замечательной конференции? Дело в том, что в Омске мы, по примеру многих популярных компаний, украли логотип, написали на нем «Омск Java Days» и провели это весной почти синхронно с местной проводившейся конференцией в честь выхода 8-й Java. Тут я узнал, опа, еще какая-то Java конференция в Петербурге, тут сидят очень продвинутые люди, которые умеют как-то патчи GV, мне очень понравилось и захотелось на всех посмотреть, со всеми познакомиться. Итак, сейчас немножко комиксов. Представьте себе, я немножко хочу нагнетать драматического конфликта, в один прекрасный день вы заходите в кабинет к вашему боссу и он говорит вам «Знаешь, дружок, а нам пришел новый проект, в котором нужно немножечко поанализировать данные». И знаешь, ты, как Java-программист, нам, наверное, не слишком подходишь. Мы должны нанять Python разработчика, который что-то понимает в датамайнинге. Не обязательно, конечно, понимает, но я слышал, что есть какие-то библиотеки на Python, которые позволяют легко колбасить. И вот мой друг Вася, менеджер в соседней компании, точно также нанял питонист, и у него все зашибись. Вы грустите, вы понимаете, что у вас нет каких-то серьезных контраргументов, вам говорят, что вы вообще-то программист, Java, пиши свой backend, ты же не аналитик, стоп, питон-программист тоже не аналитик, но почему – не ясно. Тебе говорят, пиши свои backend, уходи. Вы понимаете, что нужно бороться, и к вам приходит дядюшка Фрейд и говорит, может, вы хотите поговорить об этом Java-бой, может, что-то в вашей жизни напоминало вам о том, что вам нравится ковыряться в грязных данных и искать там последовательности или подпоследовательности. Окей. Сейчас я буду долго объяснять, я не знаю, насколько в Петербурге знакомы с мемом, это мем «Омская птица», она всегда говорит, скажем так, нелогичными наркоманскими, как бы то сказать, каламбурами. Здесь есть коала, которая делает свое селфи, и вот здесь я попытался написать такой каламбур, типа «найди уголь в своих данных», и ведь когда-то было такое выражение «майнинг», оно когда-то так называли людей, которые просто, в общем-то, добывали уголь в горе и не сильно-то его очищали. Почему теперь майнеры стали какой-то секси-профессией, за которую, говорят, платят бешеные бабки даже больше, чем Java-программистов? Это может быть одним из ваших аргументов, чтобы туда замовиться. Но самое главное, для многих из нас основным фактором является то, что когда-то в университете мы все учили какие-то математические алгоритмы, не только линейные алгебры, но и что-то посложнее, и вам хочется в течение вашей работы не отступать от своих математических корней, каким-то образом переиспользовать эти знания, чтобы не лежало. Чем мы в такой ситуации, если не используем нашу математику, которую мы получили в университете, чем мы лучше выпускников эстфака, которые продают обувь? Ничем не лучше. Это же одно и то же. Итак, у меня будет здесь относительно плавное введение для тех, кто слабо знаком с этой областью, но постепенно сложность будет нарастать. Итак, с чего все начинается в обычной компании? У вас есть данные, и порой даже нет какого-то яростного бэкэнда, есть какая-нибудь MySQL или PostgreSQL база данных, туда льются какие-то обычные данные о транзакциях, даже не логи действий пользователя, а что-то попроще. Или, например, не знаю, логи торговли вашего робота на бирже, или, не знаю, вы почему-то рос в гидромедцентре, у вас есть погодные данные за 150 лет. В конце концов, перед вами встает какая-нибудь задача, во сне снится она или еще что-то, эй, мэн, предскажи нам что-нибудь, говорят вам, может быть, завтрашний курс доллара, что очень актуально, или завтрашнюю петербургскую погоду, что не менее. Итак, потом задачи могут стать довольно более сложными, например, в каком-то зале за вами следит робот и пытается отличить, вы из Икеи просто толстый человек выходите или вы носите диван, задачи могут усложняться дальше. К вам приходит, в конце концов, бизнесмен и говорит, слушай, ты вроде смог отличить толстого чувака от дивана, наверное, ты можешь делать что-то более сложное, например, определять, какие из созаемщиков создают максимальные риски для банка. Ну, после мужика и дивана это не так классно звучит, но еще неплохо. Может быть, ты отличишь телефонных мошенников по записям телефонных разговоров, или, может быть, ты просто скажешь, почему некоторые покупатели покупают продукт B после продукта A, но все время покупают какие-нибудь лиловые сапожки к синим брюкам, это же непонятно. После этого, если на ваш проект еще не найли питон-разработчика, скорее всего, вам, Java-девелоперу придется этим заняться. С чего начать свой путь? Для начала нужно определиться, когда вы гуглите и ищите на Stack Overflow, а что вообще такое датамайнинг? На самом деле, есть огромная проблема. Для меня на начальном этапе это было не более, чем статистику. Не поверите, 50% задач решается, когда вы вычислили среднюю дисперсию. Большинству людей это хватает. Вы можете построить какой-нибудь простой тренд на основе временного ряда. Это еще не датамайнинг. Но, в принципе, это статистика. Для кого-то это модное облако тегов его презентации. Я видел множество маркетологических классных конференций, это слайды я украл оттуда, больше не будет, маркетологических слайдов практически нет, в котором люди рассказывают вот датамайнинг, big data, high load, too sexy, old и там, короче, high fashion level. Это жесть, это целые коммерческие миры вот этого вот всего, а на деле там оказывается простой репорт в ЦСВ. Окей. Может быть, это классная визуализация данных. На самом деле, да, очень многих увлекает этот период. Люди начинают экспериментировать с JavaScript-овыми библиотеками, с какими-нибудь D3GS и так далее. Я строю офигенный график или, например, абсолютно никчемное распределение плотности населения США. Ой, я построил классные столбики, смотри, я понял, что людей живет больше там, где их живет больше. Эта визуализация данных очень сильно помогает. Если двигаться дальше серьезней, то часть своих задач мне приходилось решать при помощи построения lab-кубов. И это тоже не было датамайнингом. Вы ставите какую-то мощную систему, основанную на MS-SQL или свободных его вариантах, разворачиваете аналитические срезы и начинаете как кубик Рубика крутить ваши измерения. Вы еще не нашли никакой зависимости в ваших данных, но у вас уже очень красивый отчет. Красивый и, главное, полезный. Скорее всего, бизнес отвалит где-то на этом уровне, если они не вели ничего серьезнее, чем финансовые транзакции. Возможно, им хватит выделить для себя топ-10 заказчиков или еще что-то. Это уже забьет вам правила Пареты и 80% издержек сократит. Но нет, кто-то идет дальше. Замечательное определение из какой-нибудь Википедии. Говорят, что датамайнинг – это magic part of KDD, отыскание чего-то там в базах данных. Причем мне нравится, что это определяется, как в аксиомах геометрии, то, что не входит в остальные части. То есть вы берете данные, выбираете, предобрабатываете, трансформируете, заполняете, потом что-то называется датамайнингом, а потом вы это интерпретируете. Можно и так определить. Мне не нравится это определение, я лично включаю все подряд. Как это реально работает в большинстве компаний, которые датамайнингом занимаются. Это очень классно. Вы говорите, у нас есть серьезный бизнес с датамайнингом. Ну-ка, расшарь мне свои данные, а дальше я произведу магическую манипуляцию, построю машину ответов и получу деньги. Ну, получу деньги вы не говорите вслух, но это подразумевается. И вот здесь, когда вы уже заключили контракт, очень важно научиться что-то с этими данными делать. Какого рода могут быть эти данные? На самом деле, с чего можно начать, если вы поняли, что ваша компания дальше будет развиваться в этом направлении? Вам нужны источники данных, срезы, их характер, чтобы начать на этом тренироваться. Замечательные открытые расшаренные блоки, там с какими-нибудь фейсбуковскими юзерами за замшелый год. Это твиттер, там какой-нибудь граф твиттер за 2010-й. Это данные о той же погоде, которую некоторые гидромедцентры могут расшарить. В моем городе могут расшарить, не знаю, как ваше. Это данные, например, мне нравятся очень сильно. Данные о торговых маршрутах. Один товарищ из гугла собрал все данные о торговых маршрутах Ост-Индской компании, о ценах на их перевозки смог вычислить инфляцию в Англии в середине 50-х годов 17 века. Очень полезная инфа, чтобы соотносить с некоторыми элементами, скажем так, оценивать некоторые элементы в пьесах Шекспира, хотя он жил, конечно, немножко не в то время. Сами источники данных, вот мы поговорили о том, откуда они могут прийти. Сами источники данных могут представлены быть как угодно. Это могут быть текстовые файлы, это могут быть CSV-формат, горячо любимый всеми, кто называет себя датамайнерами. Это могут быть какие-то срезы данных в их специальном формате, например, импортированные из-за лаб куба. Это могут быть, в конце концов, все мы слышали эти знаменитые истории со взломанными почтами, а представьте, что взломали почту миллионы юзеров, вам нужно оттуда извлечь некоторые факты. Это, в конце концов, могут быть какие-то email-форматы, вам нужно научиться с ними работать. И самое ужасное, это бич всех, это люди, которые работают в каком-нибудь Octave или MATLAB, сохраняют свои специальные внутренние форматы, вам все время эту дрянь надо парсить. Но тоже, это так называемый научный формат. У каждого ученого свой научный формат, он на этом диссер защитил. Итак, дальше идем. Есть еще один такой хороший подраздел, огромный рынок на самом деле, и на котором вы торгуете своими персональными данными, а взамен на вас кто-то таргетируется. Это отрасль тоже относится к датамайнингу и более того, ставит перед ним ту проблему, которую я сегодня изучал на киноуте, быстрого реагирования на ответ. То есть, если какие-то вещи, типа, почему покупатель покупает товар B после A, вы можете, в принципе, не очень быстро отвечать, то, например, когда вы торгуете рекламой, совершенно другие масштабы. Здесь и срезы, они такие, знаете, более человеческие, чем просто какие-нибудь абстрактные зависимости. Например, это возраст и пол, это ваша география, это лайки каких-то людей, это какие-то активности на странице. Вот здесь уже самое интересное. Многие социальные сети начинают с того, что они не собирали ваши данные, реально не записывали, где вы лазите по странице. Это правда так было, но очень давно. При этом вы каждый раз платите своей универсальной валютой, это своими персональными данными. Все эти вещи, они постепенно собираются. Вы посидели на таком нехорошем сайте, на таком хорошем, на другом совсем каком-то промашины. Все эти вещи через куки собрались, составился ваш профиль. Этими кусочками информации торгуют на огромных биржах данных про вас. Там человек стоит цента два или две тысячных цента. Ну, в общем, такова наша стоимость. У всех одинаковая. Хотя, если вы беременная мама, то ваша стоимость возрастает до доллара, если я не ошибаюсь. Теперь уже дальше перейдем непосредственно к стадиям. Мне очень нравится момент, который относится к дате подготовки. Какой-то подготовке данных. Здесь развит огромный бизнес, есть огромное количество инструментов, которые не ищут никаких зависимостей. Но делает очень классным способом из сырых сетов, очень хорошие. Она собирает кучу маленьких кусочков. Ну, кто-то знает, что там, Хадуп, например, любит этим заниматься, собирается из маленьких кусочков. Вы заполняете пропущенные данные, определяете какие-то значения. Можно даже по какому-то закону. Потом все это собираете и мерзете в какую-нибудь нехорошую, денормализованную таблицу, уже из которой вы будете доставать факты. После этого вам нужно получать какие-то правила. Обычно, на самом деле, 70% задач, уже тех, где действительно нужен датамайнинг, закрывает знание нескольких простых правил. На самом деле, никто там давно уже особо новые алгоритмы не открывает. Ну, есть парочка ученых, которые копошатся. Все пользуются готовым материалом. То есть, не думайте, что вам реально придется слишком глубоко погружаться в алгоритмы. Неправда. Я видел людей, которые строили ДМП без знания алгоритмов. Это, конечно, ужасно, но они же продавали их. Итак, самое простое. Это ассоциативные правила. Я о них уже сегодня несколько раз упомянул. Стандартная, там, баскет-маркет-проблем. Вам нужно каким-то образом разложить товар. Это немножко оптимизационная задача. Таким образом, чтобы человек, который и так после товара А покупает товар Б, он еще увидел его быстрее. То есть, вот это реальная проблема бизнеса. А ваша задача найти как раз эти ассоциативные правила, которые позволят мерчендаймерам раскладывать товар. Может быть, что-то сложнее. Вы живете в Индонезии, где вам и вы померили всех жителей Индонезии, их рост, их вес, и вы решили выпускать футболки в Индонезии. Но ничего, что мужчины в Индонезии все примерно одинаковой формы. А вдруг вы расширитесь на Россию, где люди очень разного размера. Сколько будет размерных рядов? Три или пять? Сдача кластеризации. Это когда вы не знаете точно неразмерного ряда, вы не знаете вот этот вес и этот рост, он попадает в какую область. Вам нужно некоторым образом разбить ваши данные, раздать им метки. Но мы понимаем, что таких способов кластеризации может быть сколько угодно. Один из простых примеров, все могут заметить, когда там, не знаю, кластеризуют какие-нибудь метки на карте, что люди и так кластеризуют метки на карте. И другим способом. Это тоже алгоритмы кластеризации, например. Вот здесь, например, в знаменитой картинке из какого-то курсеровского курса, здесь можно было выбрать как три размера, как и пять. На самом деле, чем больше размеров, тем лучше, вроде бы. Но есть определенные затраты, как вы понимаете, на выпуск отдельных размеров линеек. Опять снова задача оптимизации. Дальше, возможно, если у вас по какой-то причине, что очень на самом деле нечасто, завалялось истинное знание о том, к чему относятся некоторые опытные образцы. Вот, например, вы точно знаете, что на ваш сайт зашел какой-то человек, вы о нем собрали какие-то данные, и при этом вы точно знаете, что это Вася Пупкин из Нижнего Тагила. Вы абсолютно в этом уверены, вы видели его паспорт. Считайте, что вам повезло, и у вас появился тестовый дамп. Некие тестовые значения. Это позволяет вам строить уже более сложные модели, так называемые модели обучения с учителем. Например, вы можете построить так называемые регрессионные модели. Это в тех случаях, где нужно найти некоторую функцию, которая некоторому набору чисел сопоставляет какое-то численное значение. Там есть еще, конечно, логистическая регрессия и прочее, и прочее, двумерная, трехмерная, полиномиальная, неполиномиальная. Но в самом простом случае, если вдруг кто-то когда-то ходил в универе на параллельный курс эконометрики, вот те самые линейные страшненькие зависимости из эконометрики, это первые шаги в сторону линейной регрессии. В общем, если у кого-то вдруг был этот курс, можно открыть пыльный учебник, переназвать все формулы и использовать это. Далее. Поинтересней. Помните задачу кластеризации. Мы не знали на самом деле, к какому размеру кто относится. А предположим, у вас снова есть истинное знание, например, о том, что вы собрали какие-то... Сейчас будет нехорошая российская какая-то история, почему-то в голову пришла. Вы собрали некоторые антропометрические параметры про людей и, например, раздали расы. И по новому антропометрическому параметру вам нужно выдать новую расу. Так получается, что есть переходные расы, например, есть проблемы с эфиопской, и эти люди по параметрам туда-сюда прилазят. И вам нужно довольно значительное число тестовых антропометрических образцов из Восточной Африки, чтобы должным образом построить вашу классификационную модель и относить новые экземпляры к соответствующим подгруппам. Ну, здесь снизу картинка из... Заменитая картинка, с нее все начинают, просто у вас есть три вида ирисов, цветочков таких, у них есть какие-то данные о пестиках, тычинках, есть расклассифицированные цветочки и есть нерасклассифицированные. Вам нужно некоторым образом построить границы между этими множествами и уже новые элементы относить в ту или иную область. В качестве примера для решающих деревьев мне почему-то захотелось вспомнить историю с Титаником. Конечно, люди, которые на Титанике, они, когда спасались, они не думали о том, в какие категории они попадают, не думали о Decision Trees. Но так вышло, что по данным огибели людей на Титанике, можно построить решающие деревья. И на самом деле, решающие деревья, которые говорят, выживешь ты или нет, в зависимости от некоторых признаков. Конечно, все смотрели фильм, все знают, что самый крутой признак – быть богатым мужиком из первого класса. Но нет, есть и другие классные признаки. Оказалось, что если вы по какой-то причине были мужчиной в возрасте больше 9,5 лет, и при этом число, вот есть такой странный параметр – SIPSP, это число ваших либо братьев-сестер, либо любых родственников старшего возраста, например, мужа, жены, было на этом пароходе больше 2,5, то вы выживете с очень хорошей вероятностью. Но вот числа, которые 0,05, 0,89 – это вероятность вашего выживания, проценты – это численность групп. Можете каждый представить себе на Титанике и провести по этому дереву, попасть в какой-то листок. Как это дерево получилось? Почему? Был использован, ну, конкретно в данном случае, один из простых алгоритмов, которые помогают строить такие деревья. Соответственно, в чем? У нас было количество пассажиров, по ним были выделены признаки, и пассажиры все были очень хорошо расклассифицированы. Было известно, кто погиб, кто выжил. То есть, с течением нескольких неизвестных. Было отброшено много параметров, оказалось, что на самом деле различие то, в каком классе ты плыл, оказалось менее существенным, чем эти параметры. Вообще, вот эта вот фишка, с тем, какие параметры важны, какие нет, очень неожиданные параметры могут быть важны. Например, если вы анализируете, там, не знаю, котиков и собачек, то, например, количество вибриз с правой стороны может быть довольно существенным параметром. Например. Хотя у собаках вроде нет, но бывает, что некоторые изображения можно принять за вибриссы и так далее. Просто очень классный алгоритм. Про него можно отдельно рассказать. Без него нельзя обходиться никак. Вы его просто обязательно запрогайте, если еще не прогали, можете даже сами реализовать. Это КНН. Ка ближайших соседей. Мне вообще он напоминает наше общество, этот алгоритм. Не только наше, на самом деле, любое такое, где мнение окружающих очень важно. Представим себе, что вы родились с зеленым кружочком. И вокруг вас живут красненькие треугольнички и синенькие квадратики. Неизвестно отцовство, поэтому сложно сказать, кем вы вырастите. Но если взять ближайших троих соседей, скорее всего, вырастите красным треугольничком. Им вы и станетесь. Прилепим эту метку. Но если взглянуть пошире, посмотреть, так сказать, социальные связи зелененького народившегося кружочка и взять пять соседей, получится почему-то, что он синий квадратик. Если брать еще дальше, получаются разные более или менее устойчивые ответы. Вот так, выбирая количество соседей, выбирая некоторую метрику, по которой вы будете рассчитывать, например, может быть разные веса, кто-то поважнее сосед, кто-то менее важный сосед. Вы можете наращивать, брать 15 соседей, 100 соседей, 1000 соседей. А если смотреть на какую-то картинку, вот снизу привел пример, где в классификаторе учитывается 15 соседей. Там граница становится все извилистей и извилистей между множествами, все красивше и красивше. Но иногда происходит такая нехорошая вещь, как, скажем так, излишне хорошее построение на ваших тестовых образцах модели. То есть все ваши тестовые образцы классно классифицируются. Берете какой-то слева и ничего не работает. Такое тоже может быть. Так, перелеснись. Сейчас поинтереснее будет. Сейчас уже мы почти приближаемся к джавушке. Но еще чуть-чуть. Я там прогресс специально в слайдах указывал. Где-то посередине всей этой истории, пока датамайнинг был скучным занятием гиков, вторглась коммерческая сфера бигдата. Тут такая область. Тут можно найти, кто чем занимается. Наверняка каждый из вас где-то в этой области висит. Или сервисы пишут, или инфраструктурами пользуются, или используют технологии, или базу данных по-любому кто-нибудь на SQL использует. А кто-то вообще там торгует на бирже. Вы так или иначе в этой диаграмме. И так или иначе за всем этим стоят большие данные. Тут такая небольшая проблема, что не все инструментарии для датамайнинга очень хороши в продакшене на больших данных. Точнее, вообще все плохи, откровенно. Дальше, следующим руководством для выбора хорошего фреймворка служит на самом деле опытная статистика, как мне кажется. Вот здесь на примере с какой-то довольно популярной смешанной разработческо-корпоративной конференцией были опрошены люди, какие алгоритмы используете в своей разработке. Вот здесь специально выделен низ. Вот его в основном используют корпоративные консультанты, а выше в основном разработчики. Видно, что снизу такие классные слова. Link analysis, rule induction, а сверху такие decision-truths, regression cluster analysis. Time series может быть чуть-чуть. Вот вам туда, наверх. И нам тоже туда, на самом деле, потому что мы разработчики. Мы будем следить только за теми фреймворками, которые воплощают верхние части. Вы при их помощи сможете решить большую часть кейсов. Пару отступлений. На этом пути вас сможет совратить лукавый. Для начала лукавый выглядит так. Это бесплатная версия одной очень популярной старой университетской среды MATLAB. Это экранчик октавы. Вроде бы здорово, вроде бы джиплот выводит красивые картинки, вроде бы ее и продвигают все, кому не лень. И матрички там есть, и все здорово. Одна проблема. Знаете, ее кусочки, как бы это сказать получше. Не то, чтобы удобного рима в вашем продакшене. Вы, конечно, можете вызывать какие-то октав-функции у себя через java-драйверы в обратную сторону. Можно даже java-функции вызывать все в октаве. Но это, в общем-то, такое, я не буду показывать на руках, но не очень хорошо. В нем не полностью имплементирован стэк эмоли алгоритмов. Некоторых популярных вещей с decision-threes там просто нет. Да, она свободная, не как MATLAB, где побольше воплощено. Но в целом она в основном рассчитана на однопоточную модель. Октавовский кластер, есть так или иначе попытки его нормально сделать и запилить, но он очень ужасен, не выдерживает никаких перформанс-тестов. Дальше, есть второй совращенец на этом пути. Это консолька еще одного языка. Кто-нибудь слышал про R? В этом зале все слышали про R. Дайте я его поненавижу вместе с вами. Ну, это штука, в которой нужно писать на R. У R есть следующие проблемы, на мой взгляд. 25% пакеджей у R уже написано на Java. Совсем чуть осталось, чтобы выкинуть R и написать все на Java. Синтакс чересчур сладенький. Кто-то ругает Java за ее сладкий синтаксис, боже, они скрыли некоторые детали реализации. В R вы вообще видели детали реализации? Ну так, они на чем? Они на Java или на C или на FortRunning? Ну, то есть, очень сложно вот с этим делом. Вы можете одной строчкой сделать все. Но чтобы эту одну строчку сделать, вам нужно прочитать тысячу строк документации. Потому что в разных пакетах очень похожие функции. Кто-то на кого-то сослался в научном цитировании, в статье, которая не полностью доступна. И вот этот весь бред, он преследует R с самого рождения. И в целом, в R, конечно, есть уже какой-то пакет для параллелизации. Но большинство, ну честно, положа руку на сердце, никто ее никогда не будет использовать в многопоточном режиме. Алгоритмы в большинстве своем не распараллелены, они однопоточны. Вы сами будете их параллелить, что-то исправляя в параллельном FortRunning? Ну нет, конечно. Почему не питон? Тут, наверное, еще больше питон-девелоперов. Мне сказали, что в Питере очень много питон-девелоперов. Это настоящий идол для молодых ученых. Им говорят, ничего не надо учить, учи питон. Там все есть. Но мы не питон-девелоперы. Я надеюсь. Мы же тут не зря. Джаванская конференция. Странно, если бы я сказал. Сейчас, давайте учите. Это очень высокоуровневый язык, и некоторые детали тоже скрыты за реализацией. Но есть только высокоуровневый УКК. Ладно, можно быть. Вы что-нибудь слышали о джейтоне? Кто писал на джейтоне? А зачем? Ну то есть, почему не на джаве? Почему не на питоне? То есть, вы, значит, признаете проблемы питона, раз писали на джейтоне? Ну то есть, а вы типа ваш код было жалко терять? Ну то есть, нет, у меня те же были проблемы, когда я писал на джейтоне. Но я перестал. Мне помогли. Ну и самое главное, у питоновских решений реально очень долгий путь до high load production решений. В большинстве случаев я видел такую историю. Да, вы не знали, что стартап выстрелит, еще что-то. Набрали питон-девелопера, не писали, используя клевые питоновские веб-фреймворки. Все намутили. И тут пошел, ну, примерно, как мы тоже слышали сегодня историю на кино, вот постепенно вы начинаете вытеснять свои компоненты нормальными. И в этой ситуации все больше и больше у вас становится Java, C, компонент каких-то и так далее. Остается маленький участок прототипов, который вам отдал ваш сайтист, чтобы они были в решении, его работа не пропала зря. В конце концов, вы выбрасываете их, переписывая, например, на Java или на C. Иногда минуя Java. Но в питоне, с чего не отнять, ученые потрудились над ним лучше всего, в нем есть две клевых библиотеки. Вот про них отдельно поподробнее. SkitLearn и Pandas. Они все по-своему хороши, Pandas чуть лучше при обработке данных. В SkitLearn просто куча алгоритмов, наверное, определенный максимум до определенного момента. Она являлась де-факто стандартной по имплементации. Вот мы знаем, что, сейчас надо запомнить, в питоне это лучшие мушайлерные библиотеки. Там есть почти все алгоритмы, но тоже не все. Ой, простите, я перелеснул. А теперь походим к Java экосистеме. Оказывается, в Java очень давно, в 2000 каком-то там году, не помню в каком, выпустили, как это правильно на английском, JSR, не знаю, как говорят, 73, в которой описали API для Java Data Mining, JDM. Там были описаны все интерфейсы, все исключения для Decision Trees, для бог памяти, для, по-моему, нейронных сетей, еще чего-то, еще чего-то. Ну, вот кроме Time Series, из самых популярных, которые были в топе, было описано, было и описано интерфейсы некой Data Mining Engine, которую как раз, вот если вы имплементируете этот JSR, то вы, короче, должны воплотить этот Data Mining. Короче, сиди и воплощай, все здорово. Но недавно выпустили новую, в которой как раз добавили немножко API к Text Mining, Time Series и так далее. Ну, Text Mining стал неожиданно популярный за последние 7 лет. Там есть два замечательных пакета, если вы будете начинать знакомиться с этими интерфейсами, начинайте с следующих. Java Data Mining Supervised и Java Data Mining Algorithm. Можно просто погулять по интерфейсам, убедиться, что все на месте. Дальше. Вот вам уже по какой-то причине выдали ваш проект, вам нужно начать с чего-то экспериментировать. Вы еще не уверены, что ваш прототип будет в продакшене, вам нужно начать с чего-то проэктивизировать. Большинство начинает с такой вещи, как Vega. Замечательный новозеландский продукт, люди пилят его с тех времен, когда еще никаких JSR-стандартов не было. Поэтому, конечно, вам будет, если у вас часть кода соответствует стандарту JSR и часть веки, будет сложно мерзнуть, но кого это останавливало. Vega – это такая студия, я позже покажу картинки. У нее есть коннекторы ко всему, к Air, к Octav, к MATLAB, к Hadoop, к NoSQL, к SQL, к базам данных. Наверное, самый полный пул коннекторов, который я видел. А с недавнего времени веку можно еще использовать в качестве маленькой крутилочки рядом с вашими Hadoop-нодами. Это вообще здорово. В ней есть замечательные тулзы визуальные. Ну, кто любит, короче, какие-нибудь MySQL или Workbench, как я, они знают, что вот визуальные тулзы – это то, с чего хочется начать поковыряться, вот не думать пока это ни о чем. Вот здесь веки все визуальные тулзы есть. Замечательная визуальная студия. Вы можете выбрать там данные, ваш файлик, заполнить пропущенные значения, все, что нужно для пропроцессинга, нормализовать. Вы можете даже поиграться с алгоритмами, просто расставляя галочки и соглашаясь на какие-то соглашения. Вот здесь пара экранчиков, конечно, это виндовые экранчики, они выглядят не очень красиво, но они очень правильные. Вы можете подредактировать все параметры алгоритма и так далее. Блин, вы сейчас думаете, что мне сейчас показывают какую-то визуальную студию, что мне с ней делать? А тут ответ. На самом деле, после того, как вы все наэкспериментировали, можно нажать на кнопочку, получить исходные коды всего этого счастья и вставить ваше решение. Причем они не будут не такие, как, знаете, были раньше, конвертер из C в Java такой, нас создавал каких-то массивов у вас. Он нормальный прям, вот в современную Java конвертирует и так далее. То есть ребята переписали, сначала они в первую Java конвертируют, а сейчас уже где-то в пятую. Вот. И есть замечательная туза, по-моему, это дополнительный плагин. Вы уже видите некоторый процесс, он состоит из нескольких стадий. Вы можете в визуальной штуке накидать этот workflow и для каждого узла, например, что-то определить. Опять же, потом всегда можно получить сорцы, но это позволяет вам в каждом узле менять какие-то процедуры, раздавать людям, чтобы они могли писать, свои классики и так далее, и так далее. При этом за все это может отвечать какой-нибудь человек, который, в общем-то, не сильно прогает. На Java, например, для переходного периода. Мне очень нравится тема, которая не так давно появилась, это все-таки века плюс ходу. Что примерно происходит? У вас есть какие-то данные, они текут на ваши ноды, на которых ждут их мапперы, и рядом лежит с каждым маппером ваша модель, которая получилась. Она разрознена, она разложена немножко по разным кускам, и она обучается на своих кусках данных. Что получается? В редюсер он агрегирует не просто данные, он агрегирует еще ваши модели, то есть какие-то поправки весовых коэффициентов с весами узлов и так далее. Все это вместе агрегируется, загоняется в HDFS и раздается снова на ноды. То есть модель собирается с разных узлов, обучается в итоге на общем сете и снова раздается. Очень удобная инфраструктура, у меня дальше будут, наверное, на этой ссылочке. Теперь уйдем из мира новозеландских ученых. Есть замечательная библиотека из четырех букв SPMF, она довольно свежая, началась с 2010 года, но пикой популярности приходится на 2013 год, когда ее создатель начал активно ездить по конфам и всем рассказывать. Они сосредоточились на том, что они не всем датамайнингом занимаются, а ищут некоторые паттерны ваших данных, те самые какие-то правила, то есть некий низовой уровень, с которого я начинал, и что здесь здорово, они уже запихали 78 алгоритмов, они, эти люди, сами придумывают новое улучшение алгоритмов, короче, такой пул ученых, которые еще и на Java прогают. При этом они не четок на Java прогают, их библиотека не четок. Они чуть ли не, там даже нормально с кодом управляются, так далее. Ну не всякие ученые библиотеки подходят нам, мы знаем. У них классный перформанс результаты при сравнении со всеми другими такими же учеными библиотеками. Они сами сделали, это сравнение, можно верить или нет, но желание установить чужие, в которых по 5 алгоритмов у меня не случилось. Как это можно использовать? Это можно отдельные исходники алгоритмов получить, конечно, скачать джарку. Мне нравится, как быстро растет их коды база, там все время какие-то студентов все время привлекают, они, видимо, за свои диссертации все время клепают им алгоритмы. Очень хорошая модель. К нашей звездочке перейдем. Этот погонщик слонов практически, он родился из статьи 2007-го, кажется, года, где кто-то сказал, что это у нас все время однопоточники, да однопоточники алгоритмы в машине неронгии, давайте-ка мы используем другую нашумевшую статью про MapReduce и как бы распараллелим, что сможем. Распараллели, что смогли. Например, какую-то линейную регрессию, наивного байеса, к средней, какой-то класс нейронных сетей, вот тут написано просто Neural Network, какой-то на самом деле класс, SVM и так далее. Причем для большинства, и это все подтверждается статьями, можно проверять, читать, им удалось реально при распараллении на N процессоров снизить сложность в N раз, ну где-то в 0.9 N, где-то константа была нехороша, по-моему, в SVM, но в целом это реально круто. И хоп, что мы получаем? Некоторые алгоритмы имели вполне себе не очень высокую полиномиальную сложность типа N куба, мы получили N квадрат, можем ускориться в разы, ну то есть на наших классных объемах данных. Махаут, это такая штучка, если вдруг кто-то ее не ставил, она очень удобная, в принципе она стоит поверх, если у вас есть ходуб-кластер, вы уже что-то агрегируете, какие-то отчеты строили, это самый лучший для вас джедайский путь, вы скачали Махаут, расставили по нодам или даже одну штуку поставили, ну лучше расставить, параллельное же выполнение. Что это нам дает? Она дает вам сразу несколько готовых моделей для некоторых готовых кейсов, например, вам нужно вычислять похожесть юзеров в какой-нибудь сети социальной, где все хотят друг с другом дружить или по какой-то причине объединяться в группы по, не знаю, академическим знаниям. Разные можно кейсы придумывать. Вы передаете сет данных, скажем так, чуть-чуть рассказываете о том, где все-таки тут юзер идти и так далее, но в целом вот этот паттерн используют хорошие алгоритмы для схожести юзеров. Мне очень нравится отдельно не вот юзер, не походу, а рекомендер. На нем некоторые люди строят сервисы рекомендаций музыки. Вот короче, если у вас родилась идея построить свой собственный сервис рекомендаций музыки, то вполне можно взять вот эту вот штуку. Вы собираете опять же некоторые данные юзеры, желательно его музыкальных предпочтениях, сами регулируете за какой период, например, вас не устраивает сервис рекомендаций ВКонтакте, но вы получили по ВКонтакте API какие-то списки музыки от ваших друзей. В принципе, ничего сложного, довольно большого количества людей получать такие вещи, вилл-приложения. Вы, в принципе, можете использовать рекомендер, обучить его даже на небольшом датасете, а потом дальше, скажем так, классифицировать всех ваших пользователей, к какому классу любителей музыки они подходят. В принципе, вам даже не надо будет особо переобучать вашу модель. Рекомендер – классная штука, вот его можно отдельно использовать. Что мне нравится? Вообще над Махаутом идет довольно активная работа, хотя есть свои трения в коллективе авторов, которые туда коммитят. По крайней мере, можно следить за их перепиской так или иначе. Они сделали хорошие вещи, они сделали вроде бы свой фреймворк коллекции, когда, видимо, им чего-то не хватало. Они его расширяли, но сейчас он частично покрыт уже новыми вещами. Они пытались объединиться с API-джираф. Это такая штука для процессинга больших графов, тоже под апачевской лицензией. Они пытались объединиться в один фреймворк. То есть мы майним из обычных данных, вы из графовых, почему бы нам не дружить. Но были определенного рода проблемы, как раз связанные с изменением в политике Махаут. Я сейчас про это и скажу. К сожалению, в апреле этого года они сказали, что Hadoop, Mopredus, это не для нас, вот Google уже от него отказался, мы тоже не хотим. Говорят, Spark нынче вышел. Внимание, если вдруг кто не знает, Spark это не такой легковесный фреймворк для веб-приложений в Java и даже не какая-то другая штука, о которой мне говорили. Но, в общем, Spark это такой типа New Hadoop. Про него чуть позже. Но суть в чем? Они говорят, мы не хотим больше параллелить данные на диске, мы хотим делать это в памяти, мы не будем новые алгоритмы имплементировать через MapRedus, старый будет работать, все. Еще проблема Махаута, что если каким-то алгоритмом не пользуются, они его выпиливают через пару релизов. Для меня это проблема, потому что, ну, я такой, блин, в 0.7 релизе было классно, основным Hadoop это, а я только недавно узнал. Ну и, короче, есть определенные проблемы с этими ребятами. Но при этом они воплощают огромный перечень алгоритмов, которые закрывают весь вот тот топ, который я указывал. Отдельно для любителей спринга есть замечательная демо, правда, частично на ру, но ничего страшного. А спринг плюс Махаут демо, все там можно встраивать в текущий спринг решение. Чуть-чуть об экосистеме. Какое место Махаут занимает во всем этом счастье? То есть представьте себе, что у вас есть Hadoop, даже современный Hadoop на Ярм платформе, какой-то под ним есть алгоритм, реализованный на MapReduce или не обязательно, на чем-то еще есть файловая система. Сверху у вас есть, например, Hive для любителей получить отчет для менеджера или для каких-то важных кастомеров, есть HB, если вам нужна база данных, есть никому не нужная штука посередине и есть Махаут для любителей машин лёжинга прямо практически из коробки SEO. Вы, конечно, можете прикрутить питоновскую тулзу, которая будет лазить в HB, но зачем? Скорее всего, у него будет проблема с парализацией и нельзя будет раздать ее по нодам. Ну и, конечно, вот этот классный мужичок убирает за всем этим зоопарком, потому что там, конечно, есть много проблем. Немножко о спарке. Я обещал про него сказать. На самом деле, когда я с ним познакомился, я понял, что ничего такого страшного нет в этом слове. Это не убийство, как многие преподносят, боже, это там убийство к ходу по всей его экосистеме и так далее. Нет. Они просто говорят, вот у вас есть классная концепция, как вот в физике было все время, каждые 20 лет в конце 19 века открывали новую теорию. Мы просто хотим ее расширить. Эти результаты, которые не попадают, мы просто хотим их тоже прикрыть. Они говорят, давайте не сохранять некоторые вещи на диск. Вообще у нас есть проблема с итеративными алгоритмами, которые вот типа машины ленинга, где много итераций или графовые, где тоже много итераций. Мы не хотим сохранять на диск, много места, гоняй не туда-сюда в память. Давайте делать все в памяти. И сразу счастье такое началось в 100 раз быстрее, чем хадуп. Есть аналогичные хадуповскому стеку продукты, это шар для хайва, ML-лип, я специально про них скажу, это библиотека для машины ленинга и граф-икс, аналог копать жирафа. Основной коллекцией во всем этом зоопарке является RDD. Это такая базовая распределенная и мутабельная коллекция ваших каких-то всяких объектов. Вот это то, что любят некоторые товарищи. Вообще в Spark там он весь вокруг, скаловская уже скорее экосистема развивалась, поэтому все, кому очень нравится скала, они все-таки радуются Spark, Skala. Ну в общем, там на Джави тоже можно писать. Еще немножко про Spark. Про архитектуру, где это может, например, использоваться. Пусть у вас было какое-то ваше решение, связанное там, не знаю, у вас были какие-то видеоплееры или даже музыкальные плееры. У вас постепенно нарастали разные задачи. Вы сначала по историческим данным агрегировали какие-то исторические отчеты хадупа. Потом мапри дюрджоба вам надоело писать, вы поставили себе хайв и стали эти же репорты по нажатию кнопочки и ожиданию двух часов отдавать вашим менеджерам для принятия стратегических решений. Но при этом в какой-то момент вы поняли, что можно же показывать релевантную рекламу рядом с вашим видео. И нам надо как-то быстро агрегировать некоторые новые данные, желательно те, которые вот только что сейчас приходят на большом объеме. И вас скорость просто хадупа уже не устраивает. Вы можете даже Spark над хадупом с его историческими данными поставить, потому что у Spark есть коннектор. Можно не выкидывать хадуп. Коннектор, я имею в виду хадуп сторожа какого-нибудь. Я хотел очень ставить этот слайд. Spark с 8-й Java стал выглядеть немножко симпатичнее, потому что он весь был заточен под всякие функциональные интерфейсы. Но это то, что 8-я Java нам зарешала. Я с большим удовольствием перекатал свой Spark-овский код на 8-ю Java. Вот она стала выразительнее и короче. Вообще в коде, что здесь происходит, здесь мы просто получаем какой-то огромный лог и ищем в нем, не знаю, упоминание Тамката. Итак, но для Махаута не все так хорошо. Пришло время, и одни амбициозные ребята, которые пилили Spark, и еще другие сказали, hey, пора остановиться. Мы можем больше. Вы там что-то еще пока решаете, перейти на какие-то алгоритмы, не перейти, даже когда еще в Махауте об этом не заговорились. А мы можем быстро расширять всю кодовую базу, мы можем больше делать алгоритмов. Как часто бывает, один амбициозный коллектив переамбициознил другой. И они начали выпускать то, что называли Махаут-скиллер, хотя частично включили ядро. Второй фишкой их был, это наследование некоторых интерфейсов из той самой питоновской библиотеки, про которую я говорил. Та самая, которая очень популярная, скитик или скит, я не знаю, как она точно произносится. Вот. Они частично взяли оттуда функции, в общем, все, что не хватало в Махауте, давайте возьмем из питоновской библиотеки, и тогда никто к нам не придерется. Как же его зовут? ML-лип. Здесь добавляются такие вещи, как если вам сразу нужно прикручивать какие-то оптимизационные функции, одномерные, многомерные и так далее, то здесь уже в ML-лип это есть. Она сразу развернута на спарке, вам не нужно ждать, пока Махаут полностью переедет, частично будет на… короче, для Махаута вам все равно нужен часто ходу кластер для старых алгоритмов. У ML-лип типа все это уже есть, они даже частично соответствуют стандарту GDM, как я уже сказал, они отнаследовались еще от питоновских библиотек, чтобы любому питонисту сказать, смотри, что ты теряешь. А еще мне понравилось, что я не привел здесь картинку, то количество коммитов, которые делают вообще в Spark и в ML-лип, оно просто зашкаливает. Конечно, такое ощущение, что они все время добавляют сроки удаляют, потому что, в общем, не растет количество, но очень активные ребята и очень активно пишут документацию. То, что многим не хватает. Вот логотипа у них до сих пор нет для ML-лип, а документация есть, а многих наоборот. То есть на дизайнера не сэкономили, а на техническом писателе нет. То есть на самом деле все их решения, их примеры можно тут же разворачивать и, о боже, если у вас все-таки затесался питон-девелопер, с этими штуками можно даже чуть-чуть из питона работать, но потом вы все равно его выгоните. Итак, я хочу подытожить немножко эту часть доклада. Держитесь. Начинается все с того, что у вас есть несколько простых строчек данных, какой-то небольшой сэмпл, не знаю, действия юзера за сутки. Что вам нужно для анализа и визуализации? Вам подойдут какие-нибудь математические студии типа Matlab, OctaVR, вы можете вообще все визуализовывать и извлекать при помощи Basha, может быть. Когда у вас все начинает возрастать килобайтом, мегабайтом, когда уже вы пишете какой-то прототип, здесь уже очень классно погрузить все это в какую-нибудь базу данных, MySQL и так далее. Вы можете использовать для анализа, как раз специально указал здесь питоновские либы, и так зачастую бывает. Но потом приходит тот момент, когда появляется настоящая big data, и не хранить уже нельзя в том, что вы хранили, не анализировать чем, что вы анализировали уже нельзя, да и трудоемкость хочется понизить у каких-то алгоритмов, да и алгоритмы у вас не слишком сложные. Здесь вы как раз и можете переходить к каким-то связкам. Из стабильных я все-таки, если у вас Hadoop-кластер, если вы давно этим занимаетесь, все-таки я рекомендую Махаут, скорее всего найдете все алгоритмы. Но если вы революционеры, скалисты и так далее, Spark, и вперед, вместе с OML-либо. В качестве дополнительного бонуса, я не мог про это не рассказать, отдельная история, отдельная веточка про большие тулзы для процессинга графа. В чем там история? Как я уже сказал, сложновато было итерационные графовые алгоритмы перевести в цепочку MapReduceJob. Во-первых, промежуточное состояние, которое нужно гонять на диск. Некоторые вам просто абсолютно не нужны, например, для каких-то популярных алгоритмов по построению кратчайших маршрутов. Вам это не сильно нужно. Может быть, что-то отдельное хотите сохранять. И вот эта вся штука растягивается, есть ограничения на перетасовку данных. То есть вот это все довольно долго. Это была вторая ветка. А, например, вам нужно считать PageRank. Ну ладно, раньше вы это делали гугловым аналогом Hadoop. Или прозаичная задача. Вам кто-то сгрузил данные, вам нужно к какой-нибудь научно-практической конференции построить некий по индексам цитирования, по различным citation graph, так называемый. Понять, какие области каким хорошо принадлежат. Вы таки выбираете журнал, где опубликоваться. Что же делать? Что же делать? А могу я в каких-то смежных областях? Понятно, что, например, абстрактная алгебра очень далеко от линейной алгебры. Так, еще что-нибудь посередине. Может быть, Calculus. Ну и так далее. Для того, чтобы все это делать, агрегировать и так далее, вам не подойдет просто Hadoop. Но он это сделает. Но очень медленно. Очень неэффективно. И вы будете ждать до скончания света. А какого размера бы вообще бывает граф? Ну, самый большой товарищ. Нет, давайте вниз сначала пойдем. Смотрим все вниз. Дорожный граф вашего города. В нем, в моем дорожном графе вашего города, 250 тысяч вершин, 460 тысяч ребер. Он размером 500 метров, но в день очень медленно прирастает. Хороший, добрый граф. Дороги в Питере, как и везде в России, строят медленно. Дорожный граф Европы. Он побольше. В нем 18 миллионов вершин, 42 миллиона ребер. Но это в 2010 году. Может, Европе что-то с этого построили? Или границы Европы изменились? Он существенно побольше, но прирастает тоже несерьезно. А вот, например, фейсбуковый граф друзей, у него уже и размеры серьезные, и данные перерастают в день с совершенно другой скоростью. И тут уже появляются хорошие такие степени, числа, которые сложно называть, миллиарды. А с веб-графом, если по какой-то причине ребята, которые строят, я знаю, делают педжанг для Рунета, чтобы запустить свой поисковик и так далее, вы хотя бы даже с подмножеством веб-графа столкнетесь, чтобы что-то с ним делать. Можете отрезать от него кусочек только Петербурга, чтобы построить петербургский поисковик. Но его будет довольно сложновато разлепить от некоторых вещей, потому что линки у вас тут много куда ведут в интересные места. Но что получается? Это все равно штука будет очень большой. В ней будет много петабайт, преврастать она будет на много терабайт, и вся эта скорость, этот трафик, который будет на вас снестись, если вы вообще хотите его как-то обновлять. Он довольно жесткий. И все это в ходу кластер, ну просто нереально загружать. Как выглядит MapReduce для итерационных исчислений? Думай, как вершина. Старинный параллельный подход, не старинный, а альтернативный параллельный подход тому, что делается в просто параллельных вычислениях. Вы не делите просто так данные на кусочки, ну типа размаппили, раздали по нодам, соединили, агрегировали в результат, получили, здорово. С графом чуть-чуть по-другому. Нельзя просто так взять и вырезать, не буду говорить ровно, это питерский граф из российского. Все равно будут какие-то узлы, которые принадлежат немножко и тому, и тому. Вам придется дублировать данные, вам нужно аккуратно разрезать граф на кусочки, вам нужно корректно посылать сообщение между его частями. А вдруг вы плохо разрезали не там, где были компоненты связности, и это проблема. Google в свое время тоже написал очередную статью, выпустил, даже показал C++ API для системы Прегель. По его образу и подобию создали уже целых три системы GraphX, GraphFlap, Жираф и так далее, но все они похожи, очень работают. Я покажу буквально кратенько C++ API, что получается? Вершины такие сидят, до какого-то момента наступает некий супершаг, все вершины быстро обмениваются сообщениями, рассылают своим соседям. Ну в крайних моделях даже соседям соседей. В зависимости от того, что вы делаете. Обменялись сообщениями, замерли, произошла фаза какой-то агрегации, в сообщениях может быть что угодно. Длина кратчайшего маршрута, ваша оценка кратчайшего маршрута, или там не знаю, количество друзей, все что угодно. Обменялись, записались, сохранились, синхронизировались, пошли на новый супершаг. Я буквально чуть-чуть это хотел показать, проиллюстрировать картиночкой. В крайнем случае у вас еще может возникнуть какая-нибудь мастер нода, которая будет следить за корректной доставкой сообщений. Но в целом это вот примерно так. Такими супершагами постепенно по графу раздаются данные. Чем-то отдаленно напоминает пояс в ширину, но это не он. Уже заканчиваем. Если вы по какой-то причине не читали одну из этих книг и собираетесь заниматься датамайнингом, скачайте и прочитайте. Призываю к пиратству, потому что они дорогие. Махаут инэкшн. Довольно старая книжка, но принципы обращения с махаутом не сильно изменились. Еще три книжки, которые так или иначе отходят уже от махаута и просто идут к извлечению фактов. Но все авторы, которые писали эти книжки, они добродушные Java-девелоперы, мне бы так показалось. А не люди, которые говорят, вот тебе код на питоне, попробуй его имплементируй. То есть довольно релевантно нам. Вам не кажется? Все, ваши вопросы. Я постарался уложиться. Спасибо. Сколько у нас есть времени? Нисколько? Давайте. А, есть еще 10 минут. Давайте попробуем. Давайте. А может просто скажете вы громко, да? Да, давайте кричите. Нет, потому что если вы не слышали вопросы, потом будет непонятный ответ. Вот. Это будет очень важно, чтобы все слышали вопросы. Поэтому давайте будем пытаться подносить его микрофон. Я уверен. Ага, держи. Спасибо. А вот литература по спару какую-то, прежде чем ты написал? Документация. Я же сказал, хорошо пишут. Да, не надо. Ну, есть какие-то свеженькие книжечки. Они на английском, таксостраничные, дорогие, на мой взгляд, показалось. Я даже еще вопрос. Я подальше. Есть ли смысл приходить с хадупа на спарк, там, ради ML. Нет, нет, нет. Махаут можно скачать. То есть, я говорю, для большинства, если у вас уже есть настроенный хадуп кластер, а то еще и 1.0, да, например, не трогайте ничего. Поставьте рядом махаут, скачайте и аккуратно начинайте ваши данные колбасить. То есть, я вот не поклонник как раз резких движений. Если вы начали новый проект, и у вас есть люди с потугами в Scala Development, то можно попробовать. Но просто они, как, можно скачать Spark, ML.Lip, писать на Java. Просто они такие, блин, я Scala программист, начну писать на Scala. Я просто про это. То есть, в ML.Lip нет какого-то функционала, который... Есть. Есть дополнительный функционал, но он покрывает, знаете, такие там, например, 30%, 20% редких кейсов. Возможно, вы сразу до него не доберетесь. Если, как бы объяснить, если у вас уже есть хадуп кластер, то есть, если у вас уже есть данные, вам лучше играться с тем, что есть. И если вдруг чего-то не хватит на каком-то этапе вашего бизнеса, я бы вот тогда бы переходил. Скорее всего, хватит. Ну, то есть, моим знакомым в основном хватало. Да, но вы сказали, что есть у Spark коннектор для хадупа. То есть, в принципе, имея классы, это мое можно использовать. Да. Молли. Ну, да, можно. Но вот... Это сильно больно. Я сам Spark не коннектил. Знаю, что есть, видел статью. Да, понял. То есть, я и то, и другое, я вот с нуля разворачивал. Здравствуйте. 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 Спасибо. Ну, как жалопрограммисты, у нас есть такое обычное тестирование. А здесь, как я понимаю, несколько другая должна быть методика тестирования. Можете рассказать двух словах? Подход. То есть, вот я, допустим, сделал какой-то алгоритм, что-то он мне там порекомендует. Откуда я знаю, что мы правильно рекомендуем? Вот. Хорошо. Вот, например, вы придумали какой-то свой алгоритм, прототип даже какой-нибудь написали. Например, на Java. Для этого очень неплохо подходит Века, потому что используется, например, такой метод. Если это какой-то метод обучения с учителем, то есть данные, для которых точно известен ответ. Но если вы тестируете, наверное, у вас есть данные, для которых известен ответ, он кластеризован и так далее. Пусть у вас он есть. Ну и я просто говорю, например, да? Используются такие способы, как разделить данные на кусочки, на части из них построить модель. Потом берете, для тех, у которых известно, вы просто проверяете точность. То есть, вы просто свои датасеты делите, например. Потом можно поменять их местами, обучить, посмотреть, насколько коэффициенты в модели изменились, поработать с устойчивостью. Но здесь вот такого рода, скорее, тестирование алгоритмов, на мой взгляд. Какая-то кросс-валидация. Ну вот это вот для таких вещей. Для кластеризации я, наверное, вам даже не подскажу какого-то отдельного способа. Тут порой в кластеризации даже рынок вас тестирует. Отдельно из своего опыта скажу, что мне приходилось скорее следить за перформанс-тестами, то есть для своих решений, таких даже на коротеньких, может быть, датасетах, но проверять, что мое решение, ну, уже более верхний уровень какая-то, отвечает за должное время. Порой за этим надо следить, чем за точностью алгоритма. Ну вот, в тестировании, если вот, в тестовой фрамворке, то я, ну, надеюсь, так ответил. Это only опыт меня и моих коллег. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы можете писать что-нибудь для иерархической классификации из тех библиотек, которые вы представите? Иерархическая классификация? Ну, я думаю, тогда иерархическая классификация, по-моему, была в ML Libby, промахаут надо посмотреть. Возможно, она там тоже была, по-моему, она, если она была в стандарте GDM, надо смотреть, возможно, первым даже. Скорее всего, в Махауте она тоже есть. Вот. Но в веке точно есть она. Если вы хотите... Она очень медленно и написана студентами. Ну, комите сами. Махаут вообще призывает, комите нам сами. С ML Libby, я так понял, там более закрытое сообщество, туда сложнее все это делать. Ну, вот, я бы в сторону ML Libby, наверное, больше смотрел, потому что это такой вот... Если вас очень производительность интересует, наверное, все-таки лучше Spark и ML Lib. Вот так вот. Да, спасибо большое за доклад. Очень понравилось. Живенько. Спасибо. Вот. Хотел задать вот такой вот вопрос. Как, на ваш взгляд, где вот проходит граница применимости вот этой вот модели Spark, где у нас данные в памяти, и в ходу после, где мы все-таки поднимаем такой кусочек с диска. Потому что, очевидно, мы не можем весь объект граф на 300 петабайтов позволить себе хранить в памяти. Да, я согласен. На самом деле, наверное, надо было дописать в мою конечную табличку еще строчку, когда у вас, ну там, я до петабайтов увеличил. На самом деле, да, и наступает момент, когда вы не можете не подгружать куски. Действительно, граф – это очень отличный пример. И даже в анализе обычных каких-то данных. Ну, это не обязательно может быть, сейчас, граница в размере данных, ну, наверное, там, десятки терабайт, на мой взгляд. После этого, у меня никогда не было так много памяти, как, там, у Одноклассников или Яндекса. Для меня это проходит уже там вот. При том, что при процессинге у тебя там не очень большой трафик идет. То есть желательно, чтобы это, в основном, данные на чтение такие лежали хорошими. Вот. Если еще активно пишутся, то тяжеловато все это в памяти хранить. Ну, вот, можно с Кассандрочкой экспериментировать, заменить ее, там, вместо HDFS. То есть, получше, может быть, будет. Тогда они все, как бы, в памяти, как бы, в разных местах будут лежать. Ну, то есть, наверное, для меня десятки терабайт. Тогда можно еще вопрос. По поводу сбора данных. Ну, вот здесь, в основном, все-таки, разговор был о том, как данные анализировать. Вот на этапе сбора есть какие-нибудь хорошие решения, как собрать данные так, чтобы не потерять там каждый клик пользователя? Ну, на самом деле, здесь чаще всего смотрят… Ну, то есть, я оставил это за рамками, потому что чаще всего это решается в рамках хорошего такого бэкэнда. Кто-то на SQL-базы выбирает, кому-то, наоборот, не нравится их ненадежность. Кто-то говорит, а я умею делать надежные на SQL-базы. Ну, мне чаще всего приходилось работать в этой ситуации. Кассандра, HBase, нет ни Монго. То есть, если мне точно нужно было сохранить логи и клики. То есть, ну, понимаете, это такой момент. Если вы не хотите, даже вот, ну, например, у вас данные про слушание музыки каким-то пользователям. Ну, наверное, ничего страшного, если вы потеряете данные за утро о том, как он слушал музыку. Тут вот не такая, как вот переписку потерять, наверное, страшно. Какую музыку слушал, наверное, не очень. Вот поэтому можно по-разному подумать. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь литература для начинающих специалистов по билдейте? Я только хочу понять в общих чертах, что это такое, чтобы я смогла рассказать. Какие проблемы решаются с помощью алкогенов и какие задачи, какие представления инструментов в разработке есть? Я понял. Я, наверное, знаете, вам какой-то большой книжки, которая там мою жизнь изменила. Я, наверное, не подскажу, как вот это лечь из конкретными инструментами. Ну, в крайнем случае, там, не знаю, вы можете мне что-нибудь написать. Я там свою почту оставлю, я попытаюсь какие-нибудь ссылки вам кинуть. Я вот сейчас так не могу сообразить. Наверное, скорее все равно это доклад из каких-то ранних конференций, типа середины нулевых, когда люди только определяли эти понятия. Да. А я вот из этого продавшин-информейшн-эстилла книжки. Вот, записывайте. У вас такая книга для поисков. Собственно, основные подходы описаны. Машины реалии, да и отомани. А кто? Я не помню. Там, наверное, куча авторов вы найдете, она в интернете. Долго, где она открыта доступ для бесплатных. Круто, спасибо. Поддержали меня. Ну, если особо больше вопросов нет, тогда можно, наверное, заканчивать. Спасибо. Спасибо.